Хотелось бы узнать о предвоенных годах. Было ли в стране ощущение надвигающейся войны? Скажите об этом, пожалуйста. Из чего она складывалась? Вы знаете, я плохо вас слышу. Погромче, да, мне говори? Вы погромче немножечко, потому что у меня уши заложены. В предвоенные годы, вспомните, пожалуйста, было ли в стране ощущение надвигающейся войны? И с чем оно складывалось? Абсолютно никакого не было ощущения. Я после школы, сразу вот когда нагрянул гром, был выходной день как раз у нас. Мы собрались, ученики, свои после 10 класса. У нас 11 тогда не было, а был 10 класс сделанный. Это было такое потрясение. Вы знаете, мы все в шоке были. Как гром с ясного неба. Тут стали всех ребят забирать. Все буквально. Это начало, как раз выходной день. Они, когда его солнышко, день хороший. Музыка играет, танцуют все буквально. И сразу, как все оборвалось, все замолчали. Сразу в военкомат. Сразу объявили мобилизацию. Ребята все ушли. И через год мы трое подружек написали заявление добровольно. Сначала нас не брали. Потом все-таки, не второй раз, мы когда пришли, нас взяли добровольно. Вот я пошла на фронт добровольно. Приехали, сформировали часть. Этот ушел. И нас повезли в Камышин, Сталинградской области. Мы попали в роту связи, где два месяца нас обучали. Связистов, телеграфистов. Я была связисткой. И когда мы два месяца закончили, Сталинградская битва идет. А Камышин рядом. И когда мы уже закончили, вот это. Я попала в бригаду. Была стояла бригада отдельная, 16-я артиллерийская бригада. Она стояла в Камышине. И тут ей дали приказ ехать, освобождать Украину. И вот меня как раз взяли в штаб телефонисткой. Но мы были не только телефонисткой. Мы, когда уже мы подъехали к фронту, первое наше крещение было, это близко к Воронежской области, не доезжая Харькова. Мы попали в юго-западный фронт. И вот когда мы попали, ехали в Лисках, нас всех разбомбило. Буквально там ничего, с эшелона почти не осталось. Пока собрали это все. И мы поехали освобождать Украину. Юго-западный фронт. Это был Харьков. Страшно было первое время. Очень страшно. Особенно первый раз, когда в Лисках нас разбило. Это первое наше крещение было. А это какой год был? Это был 43-й. 43-й начало, 43-й год. Анна Георгиевна, расскажите, в каких сражениях, в каких операциях вам пришлось принимать участие? Вспомните один наиболее яркий боевой эпизод. Ну, это вот Полтаву, когда вот мы брали, меня ранено даже осколком. Харькова освободили. Харькова переходила с рук руки дважды сделать. Мы частью все отправили Юго-западного фронта, это Полтаву. И вот Полтаве на переправе, мы когда переправлялись туда, нас настигли. Бомбили просто страшно. Пока мы переправляющиеся, и очень много было, меня в руку немножко ранило осколком. Ничего такого страшного. Я не была в госпитале, я не пошла. Потому что если в госпиталь меня положат, значит я потеряю свою часть. Я никуда не пошла. У нас был врач там. И остальное, что я... Я особенно ничего такого не видела. Ну, связь. Кременчуг, Полтава, Крюков. Это все мы освобождали буквально. Кременчуге тоже самое. Ну, связисты первое время. Мы, где связь подрется, нет связи. Мы еще телефонистка не было. Мы связь налаживали. А потом опять в штабе я была. В штабе мы были и шифровальщиками, и телефонистами. Ночами не спали. У нас единственное было желание только поспать. Поспать немножечко. У нас была карта, у нас был ключ. Мы тут же получали шифровку. Мы эту шифровку расшифровали. И передавали оперативному дежурному. И они передавали по частям уже. Где, в каком квадрате находится брат. Сделать. Вот там и делали. Героическое я ничего не делала. Абсолютное. Я так, как и все солдаты. Кто был в связи, кто был на точках. Это девчонки. Ну, меня, может быть, в штаб взяли, потому что я, наверное, самая молодая была. И мне еще говорили, детей всех набрали. Сделал. Анна Георгиевна, а у вас есть награда? Есть. Отечественная война. У меня много. Я даже и медали. Это крымская конференция, когда мы освободили Кременчук. Нашу часть вернули в Полтаву. А когда уже 16-я артиллерийская бригада поехала освобождать Чехословакию, нас трое девушек, мне говорят, вы остались живы на своей территории, Чехословакию мы вас не возьмем. И я попала в оперативную группу, в полк, это 1575, вот где мы освобождали уже этот Кременчук. Кременчук освободили, нас вернули опять в Полтаву. Мы охраняли американский аэродром. И вот мы охраняли там. Его очень разбило здорово. Очень много уже было наших сделано. И потом уже когда американский аэродром улетел из Полтавы в другое место делать, нам дали особое задание. Я уже попала в другую часть, отдельный зенитный артиллерийский дивизион под командованием Балуева Ивана Даниловича. Помню, встречали Новый год. И вдруг 24-й, это 44-й на 45-й, как раз в 45-й год мы встречали. И вдруг приказ все убрать, 24 часа сроку, и вы отправляетесь. Муж, конечно, знал куда, солдаты никто не знал абсолютно. Погрузили нас в эшелон, мы поехали. И пока мы ехали до Синферополя, мы не знали, мы думали ехали в Турцию делать. А когда уже приехали в Синферополь, из Синферополя поехали своим ходом в Ялту, из Ялты ехали мы. И мы приехали охранять Ялтинскую конференцию. Наш штаб размещался в Ласточкином гнезде. Никто из вас не был кромок. Ласточкино гнездо, там была очень высокая гора. В 1927 году она была треснута. И вот на этом месте не разрешали вообще никого. Но настолько было много частей. Там размещаться негде, и наш штаб как раз был в Ласточкином гнезде. Балкон висит на дворе. Стирали, все, приходили. И вот это было. Ялтинская конференция началась в феврале, а мы приехали 2 января. Пока готовились, пока что делали. Муж как раз батарею снимали там. Многие получили там награды. Очень делали. Ну, я в штабе работала как телефонистка. И ребята в вашем возрасте, молодые такие, тоже самое. Ребята работали. Идили графистами наверху и внизу делать. И вот когда Крымская конференция кончилась, нас вернули опять в Вилпаторию. В Вилпаторию мы, это уже после войны, встретили как раз победу. Ребята, милые, это такая радость была. Это такое было. Все выбегали на площадь. Все знакомые, незнакомые, целовались, плакали, салют давали. Это что-то, знаете, неповторимое. Самое было столько, 4 года почти. Вольнашка. Сколько наших ребят погибло. Слава Богу. Муж прошел. Он военный кадровый. Он прошел с первого дня и до самого последнего. Был очень контужен. Без сознания был. Что я могу еще больше сказать? Анна Георгтон, а вот фильм о войне, современный, снятый в советское время. Они действительно прав дела отображают времена тех лет? Вы знаете, очень много лжи. очень многое. Сейчас стараются перекроить всю Великую Отечественную войну. Это все ложь. Ребята, не верьте. Не верьте. Вы не знаете. Чтоб вы не знали этого и не видели. Чтоб ваши дети не видели. Чтоб этого. Сейчас ведь молодежь даже не знает. Была война, не была война. Ведь сколько ребят погибло. Ведь мы сами восстанавливаем. После войны все города разрушены. Второй фронт открыли у нас, когда уже почти наша территория была освобождена. И второй фронт только открыли американцы, англичане, французы на нашей стороне были. Они воевали с нами. Югославы с нами были. И как раз это французы. Там был этот полк неман. Это французский. Там ребята были такие тоже самые отчаянные, хорошие сделать. И вот сейчас что говорят? Что Сталин прятался. Что где-то это не Сталин выиграл. Что мы напали первые на это... Войну начали. Ничего подобного. Вот по рассказу мужа, как он рассказывал, как раз они стояли в перемышле сделать. И готовились. Ведь нашей частью, если бы они знали, раз бы они уехали в лагеря все, отправили, если бы они готовились нападать на немцев. И вот муж как раз в выходной день, то же самое, поднял всех солдат, накормил 4 часа. И они должны были выехать на полигон, на стрельбы. Муж вышел как раз на крылечко. И стоит, смотрит, летят самолеты. Он говорит, ой, какая мишень будет, хорошо будет стрелять. А когда глянул, то, что идет, это кресты. Стали звонить в штаб. Говорит, мы не дозвонимся, потому что вся связь уже подготовлена была. Все разрушено. И они не могли дозвониться своим ходом на себе. Все торчили. Это во Львове был штаб. Сделать. И вот они оттуда уже, началась война буквально. Тут пошел Киевский. Киевский, это, Украину, все освобождали. Сделать. Курская дуга. Было все. Это все ложь, то, что сейчас передают. Что говорят на Сталина. Сталин ведь все выехали. Куйбышев, там убежище большое было. Может, при Волгском военном округе мы ходили, у нас сейчас как, знаете, музей. Там, где все было. Единственный остался Сталин. И штаб у них был. Как раз в метро Маяковского. Он никуда не уезжал. Он командовал. Вот, мемуары у нас все. Вот, Штыменко был как раз. Это штаб на станции метро Маяковского? Там он находился? Этот. Да. Находились они как раз в метро. У них был штаб. Сделать. Никуда он не прятался. Никуда абсолютно. Его, знаете, и конференция когда была. Его даже, знаете, побаивались. Даже сам Черчилль. Буквально. Рузвельт, Черчилль. Вот мы когда, я видела, мы ездили туда, как раз в дворцы, где они находились. Рузвельт был на колясках. Черчилль был здоровый такой. Дайте. Независимый. Но Сталина все равно не уважали. Не то, что боялись. Они его уважали. И ценили его. Если бы не Сталин, и наш Жуков, ни Конев, ни Рокоссовский, командующими войсками, мы бы еще неизвестно, чем кончилось бы. А вот Жуков, он во время войны уже был известным полководцем? Конечно. Да. Отстоян Москву Жуков. В Ленинграде Жуков. То же самое. Пусть под Москвой панфиловцы очень много ребят были. Все выжили энное количество. Сделали. Где самые трудные места были, там находился Жуков. Он был суров немножко. Но он был справедливый. Он был требовательный. Выполняли, конечно, все. Все буквально. Сколько наши спасли. Освободили, когда вот даже Германию освободили. А когда в Сталинграде Паулис сдался, сделал этим фронтом. Ведь никто не верил. Никто абсолютно. Вот сейчас молодежь послушаешь. Да ну. Такого не было. Сейчас говорят даже мы напали на Гитлера. это. Ну, Денис, ведь правильно сейчас вы сами слышали, наверное. Ну да. Ну я просто уже у многих ветеранов был и уже как бы уже ну в голове возникло представление. Нет, нет, нет. Нет, ребята. Не верьте ничему абсолютно. Наших очень много погибло, ребята. Очень. Ребята все за Родину, за Сталина. Вот Андрей Малахов ведет передачу сейчас. Пусть говорят. И вот как раз насчет портрета вот будет к юбилею 9 мая 65 лет Победы сделать. И будет портрет Сталина. И вот там идет Москва наполовину разделилась. Кто за, кто нет. Лужков за. А, голосование. За голосование, да. и Лужков сказал, Сталин жил, это и ветераны тоже вставали там, один ветеран тоже самое сказал. Сталин жив, Сталин жить будет. И Сталин жив сделал. И портрет его будет на параде делать участие. А второй ветеран встал и говорит неправда это то, что когда шли в бой никогда не вспоминали Сталина. Всегда командир шел впереди он вел за собой всю роту или весь дивизион или батальон или что-нибудь и он всегда кричал и ребята кричали за Родину за Сталина вперед и вот шли шли на смерть. А вот от союзников вот сильно от них помощь ощущалась на фронте. Вы встречались с полученным по Лонд-Лизу танками, самолетами, автомобилями. Да, войны этого Полтаймы. Это к концу войны. Да, это к концу войны уже. Это вот 44-й год как раз был. Вот мы в Полтаве встречались. Они были независимые, они ездили, знаете, как машина вирус, они ложатся, ноги на сиденье сделать и всегда лет. Я встречалась, я их боялась, не знаю, меня однажды они чуть не увезли. Это спасибо нашим часовым ребятам, они единственные меня спасли. Они подъехали, я вышла как раз только из территории части. Не помню даже я зачем вышла здесь. И как раз эта машина, вдруг машина останавливает и бежит американец. и девушка, 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 и эти часовые, которые стояли, они мне сразу осмотили. Я больше это приходилось встречаться там, вот, с мужем мы когда были здесь, я уже когда попала сюда, когда к Крымской конференции. Рузвель был порядочный, если не Рузвель Черчилль не хотел открывать второй фронт, а настоял Рузвель это и вот конференция была в Ялте и была еще я уже забыла где еще раньше была конференция то же самое сделать. И когда вот сейчас идет говорят, это освобождали американцы, англичане, там все напали, это все неправда. Они уже к концу войны нам стали помогать, уже на территории Чехосовакии, Польши, Румынии, Румыны, между прочим, с американцами, их наши очень много в плен взяли и они сдались и потом на нашей стороне они уже стали воевать, сделать. А так они воевали. С нами Югославы были, французы были сделать. Мы даже после войны, когда в Саратове уже были, половина Югославы с офицерами, с этими женами были, половину мы занимали. Условия, конечно, после войны плохие были, тяжело было очень сделать. Мы молодые были, мы всегда уступали. На кухне вот сейчас есть 10 человек, как мы были. Ничего у нас не было после войны. Абсолютно. После войны уже, когда мы встретили победу, мы с мужем расписались в Элопаторе. Через два месяца нас отправили в Армению, в Ленин-Акан, на границу с турками. И вот мы там стояли, там у меня родилась дочка в 1946 году. Оттуда, когда уже срок наш вестет, нас перевели опять в Элопаторию, расформировали часть делать. Муж учился, муж сугубо военный, буквально. И дети так тоже самое пошли. У меня сын полковник, он в ФСБ работал, внук в ФАПСИ работает, тоже. сын сейчас уже на пенсии делать. Боя трое внучат, дочка погибла трагически как раз перед нашим домом. Это в 2005 году. После того я слегла совсем. Я никуда не могу ходить. Штрафных родов и батальонов. Приходилось ли вам самой сталкиваться с штрафниками? Нет. В нашей части штрафников не было. не было буквально. Но те были, которые штрафники отправляли на передовую. Первых всегда. Но вот в наших как юго-западный фронт был, вот в нашей где я находилась не в 16 отдельной бригаде, не в дивизионе вот зенитный артиллерийский этот дивизион, не полку 1575, где то же самое вот было, мы освобождали как раз вот Кременчуг. Нигде не было штрафникова абсолютно не было. Ребята все были за родину, а как штрафники попадали? Иногда даже были такие случаи, особенно с западной Украины, они сами сдавались и работали на немцев. Сами. Был случай в Полтайе. В Полтайе был какой случай? Наши солдат очень много травили. Очень много. Ну ребята, немножко передышка, а там знаете, выходили и продавали молоко, что-нибудь, но не всегда приходилось кушать, потому что такая обстановка, что вот идет позади. Повар везет, готовит и делать. И вдруг нужно идти на передовую. Голодные были и холодные были. Ночами не спали буквально. Делать. Это вот все пережили. Анна Георгиевна, а вот с какими развлечениями в часы и минуты отдыха приходилось встречаться солдат за годы войны? Песни, выступления артистов, концерты фронтовой бригады? Во время войны? Да, да. К нам не приезжали, у нас не были никого делать. Это было, знаете, уже почти подходя к Германии, там приезжала Шульшенко, приезжали Малый Театр, приезжал туда очень много приезжали ребята, ребята, которые на фронте были. И были такие даже вот которые родители на фронте были, а дети оставались вот евреи, например, были. Там они эшелоном, они врачи были. И вот с эшелоном уезжали девочки 14-13 лет. Они работали санитарами, помогали очень солдатам. Кто без руки, кто без ноги, кто буквально кричат. И вот страшно. Анна Георгина, спасибо вам большое за интересный рассказ. было очень интересно. Не знаю, ребят, я сама лично не сделала такого, чтобы были, которые на переправе у нас ранили нас. Что? повлиял ли участие в войне на отношение к религии? к религии? Как сказать, мы раньше как-то не особенно, наверное, не особенно, но в душе его каждого было. Бог с ним сюда никто не выносил, потому что было запрещено. Было же запрещено это во время войны, и после войны это было все запрещено. Вот у нас муж, он полковник, 15 лет он работал. Сюда мы случайно попали, в Саранск. мы объездили весь Советский Союз, где мы были, и в Польше были, после войны уже, и были в Армении, и были в Казани, были в Саратове, были в Куйбышеве, Приволжский военный округ, там все начальство было как раз это дело. И чтобы вот у меня дочка родилась, дочь еще как-то родные мужа в деревне окрестили, а сыну в 57-м году он родился, у них разница большая была, его нельзя было попробовать сходить в церковь, попробовать, если они кто-нибудь заметят моментально мужа выгонить, это вот правда было все, это все правда. Это сейчас религия, это очень хорошо, это я рада то, чувствуюсь сидя более как-то спокойно, более уверенно. Я даже знаете, в душе думаю, спасибо говорила Путину, что он сохранил Россию, ведь как было раньше, когда Буш был, он сказал, что я разгоню Советский Союз, он разогнал его, тут конечно наш Горбачев помог, в этом деле, Ельцин, Ельцин был очень жестокий, очень несправедливый, это не знаю как, и потом белорусский, и этот украинский, ну и что они сейчас вот, союза нет, все конечно участники войны, и все которые любят, мы привыкли жить в одной семье, у нас одна семья была, куда захотел туда поехал, они у нас, мы у них, а сейчас что делается, это просто ужасно, и вот когда этот Буш, когда это старший разрушил Советский Союз, а когда его сын поступил, был претендентом, он сказал, что вот тебе указание разрушить Россию, но Путин спасибо ему, вот я ему все время за это спасибо, хоть мы сейчас и живем трудно, очень трудно, непонятно, безработица, страшно, ребята, очень страшно, чем дело кончится, еще неизвестно, Бог ее знает, но не слушайте никогда никого, что кто-то из наших предал Россию, участника войны, кто-то, что из России Советский Союз напал на Германию, это неправда, это все неправда, это все ложь, сейчас вот историки, которые не знают, они не видели ничего совершенно, молодые ребята зайдут в арки, там все, чего, они все перекраивают, все перекраивают, буквально, и настолько обидно, сколько наших полегло, сколько мы знали, за что воюем, мы знали, воюем за Родину, мы ее спасали, если бы мы не спасли, вас бы никого не было, у Гитлера какое было это задание, быстро захватить Москву, уничтожить Советский Союз, уничтожить всех живущих, оставить рабочую, бесплатную, дешевую, рабочую силу, вот у них цель какая была сделать, это спасибо, сейчас только ветеран войны вспоминает только перед юбилеем, перед праздником, правда, не забывают никогда, и от Путина, и от Ельцина, от всех президентов получаешь письма, получаешь это все, там добавляет немного денег сделать, это не забывает, но те люди, которые не знают, стоит старик в очереди, представляете, ребят, и чтоб он уступил ему, молодой человек, никогда, он же не уступит, они единственные говорят, когда вы подумаете, извините, пожалуйста, это правда, это все правда, это не ложь, ну да, сейчас как-то новое поколение, не более, надо знать свою историю, и надо сейчас в школе что преподает, ведь в школе история перекроил, она же сейчас нету наших, там почти ничего, там скользь о Жукове вспоминает, скользь о Рокоссовске, буквально от всех наших командующих, которые действительно спасли, Жуков был молодец, очень молодец, Жуков, а сколько наших плен попадало, сколько еврею увезли, сколько их уничтожили, это обрезская крепость, ведь наши ее не сдали, все равно, до единого человека, один единственный человек там остался только, как он только выжил, остальные все погибли, никто не сдался, а сейчас никто не хочет идти служить, правда сейчас армия другая стала немножко, не то, раньше было совершенно, никакой дедовщины не было, вот муж, он же командир был в части, он всегда зайдет в столовую, проверит, все и получает в солдаты, то, что им дают, как у них в общежитии, что им положено, что по ним всегда, всегда проверят, всегда, ребята новые приходили, их встречали, вот они же сами были вот когда-то такими же молодыми, такие все, они очень хорошо относились, командиры взводов, в том числе вот мой сейчас вот внук, он фапси работает, Сережа, он закончил университет и закончил военную кафедру, и тут же их собрали всех и подписали договор на два года кафтрафу. И они уехали, некоторые ребята прятались, а Сережа пришел и говорит, чтобы я не слышал и не видел, чтобы вы пошли куда-то, чтобы я не попал в армию, я сказал, я пойду в армию, а шла война в Чечне как раз, я пойду в армию, а служу честно и вернусь. Если кто-нибудь пойдет за меня хлопотать, я все равно уйду в Чечну, но я уйду. И он действительно, он командир взвода был. Как раз вот в Чечне идет война, а он очень, он с отличием закончил и кафедры закончил, все у него техникой. И когда его взяли сделать, и вот внук мне уж потом писал, говорит, бабушка, остался я, говорит, один, всех по частям распределили, а я, говорит, сижу один, три часа дня, куда меня, что меня, не знаю. он очень хорошо разбирается техникой, техникой. Вот компьютер, он все разберет, все соберет, все буквально. Он сейчас вообще федеративно-полительственная связь в Москве причиняется, в КГБ. Сейчас сын, когда еще работал в ФСБ, было, а это по-другому. И он наслужил два года. Ему поступили, его сразу хотели в штаб взять, он в штабе не остался. Там была рота связи. И вот он готовил за два года четыре выпуска. Два выпуска в год по 60 человек готовил сержантов. И вот он сколько много получил этих благодарностей. он когда приехал домой, привез, ничего им денег не давали абсолютно. Солдатам конечно трудно было, кушать нечего, почти не было совсем. Они все запасы были съедены. И вот наши ребята, которые там особенно как Сережу там были, двое попали в рот связи, они подготовили и за каждую ему премию было и похвальные грамоты. И он приехал, хоть бы он похвастался, хоть бы он показал вот это свои грамоты, он все спрятал.